Продолжаем выпуск. Белореченский районный суд вынес приговор членам преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков на территории нашего района. Почти два года наркодилеры распространяли синтетические наркотики в городе и поселках, пока их преступную деятельность не остановили сотрудники правоохранительных органов. Суд установил вино обвиняемых доказанной. Подробности от Натальи Пугачевой. Федеральный судья Николай Хиценко зачитывал приговор более двух часов. Криминальное трио, состоящее из жителей села Великовечного, занималось сбытом наркотиков по отработанной схеме. Сам организатор наркобизнеса обеспечивал бесперебойные поставки наркотиков из Краснодара на собственном автомобиле, принимал заказы от клиентов, контролировал зачисление денег на электронную карту и участвовал в фасовке товара. В задачи двух его подельников входило фасовать синтетические наркотические средства, а затем раскладывать их по тайникам в виде закладок на территории Белореченского района. Из приобретенного регента, используемого для получения наркотических средств в виде курительных смесей, используя аптечные травы и муравийный спирт, неоднократно незаконно получали наркотические средства в виде курительных смесей, после чего расфасовывали необходимые объемы полученные наркотические курительные смеси в крупном размере. Со 2015 и 2016 годы преступная группа, самому старшему в которой 26 лет, а самому младшему 22 года, сделала более сотни таких закладок, сбывая товар в Родниках, Заречном и других поселках района по 1000 рублей за 1 грамм спайса. Покупатели переводили деньги через интернет. В результате оперативных действий правоохранительных органов наркоделеры были взяты с поличным. В ходе судебного разбирательства были заслушаны десятки свидетелей, в том числе сотрудники наркоконтроля. Вину обвиняемых также доказывали протоколы обысков, записи телефонных разговоров, видеокамер у банкоматов, переписка в соцсетях. Суд установил все доказательства достоверными. При назначении наказания судья учитывал тяжесть совершенных преступлений, относящихся к категории особо тяжких, и пришел к выводу, что молодых людей необходимо изолировать от общества. Суд считает законным обоснованным и справедливым назначен наказание в виде решения свободы. С учетом мнения государственного обвинителя, тяжести совершенных преступлений, а также в зависимости от степени и роли участия в преступной группе, виновным назначено наказание от 15 до 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого режима. Кроме того, изъятые у участников организованной группы деньги, полученные от реализации наркотических средств, будут направлены в доход государства. Переговор может быть обжалован в апелляционном порядке судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского правового суда в течение 20 суток со дня его правооглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, тот же срок со дня вручения по переговору. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в праве ходатайства о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной сакции с участием адвоката с применением видеоконференц-связи. До вступления приговора в законную силу молодые люди будут находиться под стражей. Наталья Пугачева, Александр Чернышенко, События и люди.